Да, возможны изменения в сочетаниях. Ждем Кузнецова обратно, он, к сожалению, приболел сегодня, позвонил утром, сильно прихватило живот у него, и он очень хотел сегодня играть, но я думаю, что сейчас его отпустят, и он сможет сыграть в следующей игре. Какие-то возможные, да, у нас будут изменения. Дальше патронируемся и обещаем всей командой, что мы в следующей игре покажем совершенно другой уровень самоотдачи. Вы знаете, когда мы играем против сильных соперников, ритм игры, я знаю, что журналисты много это обсуждают, а вы знаете, что до Виктора Василия Тихонова, Тарасов Анатолий Владимирович играл всегда в те звена в то время, в советское время. Здесь многие команды так играют, если вы посмотрите, все следят за СКА, но если вы посмотрите с другими командами, многие команды так играют, в моменте переходят, извините темп, и дальше могут перейти обратно на четыре звена, могут играть четыре звена. Каждый главный тренер сам решает, как будет в следующей игре, если команда в каждом отрезке играет на максимуме, забиваются шайбы, и нет необходимости менять ничего, ну, это управление игрой. И в современном хоккее, если вы посмотрите, если вы следите за КХЛ и НХЛ, ну, это такая обычная практика на самом деле, так во многих командах. Если вы посмотрите, игровое время, вот, не смотрели игру Эдмонтон Оллерс, последнюю, крайнюю? Ну, какое игровое время, там, у Макдэвида, у Дрозайтеля? Не смотрели? Ну, примерно, как у Демидова, у Демидова чуть поменьше. Ну, если посмотреть на лидеров команд, да, если посмотреть на статистику и изучить статистику игрового времени, лидеров команд КХЛ, лидеров команд НХЛ, примерно, похожие цифры, похожие цифры у СКА и у других команд, поэтому, это обычная практика. Так диктует ход игры. Первый гол Сочи стал ошибкой после ошибки Тони Дианжело. Многие игроки СКА после этого досматривают матч со скамейки и потом нередко оказываются в резерве. Вот, кредит доверия к Тони, он как-то выше, чем к остальным игрокам? А почему тут Тони вообще? Там, после его передачи. В хоккее, если мы давайте разберем всю игру, давайте будем профессионалами, давайте всю игру разберем. А Тони единственный, кто ошибся в этой игре? Нет. Ну, Тони тоже, понятно, может лучше сыграть. И мы обязательно с Тони этот вопрос обсудим, как и с другими нашими игроками. Не было еще ни одной игры в мировом хоккее без ошибок. И не будет. Бывают ошибки. У нас работа на доверие, это командная игра. И бывает, вот Иван Демидов тоже иногда бывает. Я ошибался когда-нибудь? Конечно. Захар тоже бывает ошибался? Ну, когда-то бывает. Редко, конечно. Игроки бывают, да это игра. Это игра. Да, бывают разные ситуации. И доверие игроку, да, понятно, что мы сейчас подумаем. Там есть вопросы, которые мы должны решить обязательно. В том числе и этот вопрос тоже, да. Но здесь надо смотреть картину в целом. Картина в целом. Давайте разберем всю игру. Есть еще ошибки у нас? Наверное, есть. Я знаю какие, но на следующей игре их не будет. Будем тренировать эти моменты. Мы тренируемся усердно. И вчера была тренировка. Ребята вот проявили желание усердно потренироваться. В зале, на льду. Да, где-то, наверное, не хватило где-то энергии такой, да. Потому что, может быть, лучше ради этой одной игры, может быть, лучше было отдохнуть. Но у нас же длинный путь. Поэтому мы идем по плану. Да, мы усердно много тренируемся. И поверьте мне, здесь проигранное единоборство это не следствие тренировок. Это следствие настроя на игру, в первую очередь. Молодые ребята и ребята из Сочи сегодня сыграли очень самоотверженно. И выиграли стыки. Играли здорово в обороне. Да, они откатились. Они играли в пятером в обороне. Но это их стиль. И это привезло сегодняшний день им результат. Недавно чемпион первым Максим Сушинский и комментатор хоккейный Леонид Вайсфорд называли Игоря Никитина из локомотива и Бенуа Груз-Трактора в числе лучших тренеров КХЛ на старте сезона. Не обидно, что в этот список не включили вас? У каждого есть свое мнение. Вы знаете, нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Но когда мы шли на первом месте два года назад с Яной Материем, меня тоже никуда не включали в какой список. Поэтому я уже привык к этому. У меня такая броня. Нам главное сейчас не про это думать. Я могу не быть в этом списке. Мне главное, чтобы команда наша побеждала. Поэтому в этом ничего нового для меня нет. Надо работать. Все через работу. Конечно, меня мотивирует. Может быть, все это, знаете, как... Опыта больше у Никитина и у Гру. И они у меня старше. Иван Демидов тоже хочет быть лучше. В своем деле. Ему 18 лет. Молодой, дерзкий, талантливый. Но есть над чем работать. Ну и я тоже стремлюсь каждый день улучшать свою работу и дать команде каждый день больше, чем давали другие тренеры или могут дать другие тренеры. Это мотивирует, конечно. Стариновательный дух присутствует в спорте. Без стариновательного духа не победить. Ну, мы команда молодая, но мы уже вместе работаем не первый год со многими ребятами. И с Иваном в системе СКА давно. И Захар не первый сезон со мной работает. И мы улучшаем многие детали на каждой тренировке. Конечно, если вы спрашиваете, не хватило ли нам лидера команды Кузнецова. Да, не хватило. Он важная часть нашей команды. И он умеет играть именно креативно. А именно креатив против таких команд, которые ставят такой панцирь, как сегодня. Если так можно выражаться, да, это слово панцирь. Потому что, ну, это такой есть панцирь, да. Его пробивать нужно, панцирь, да. За счет креатива можно пробить такой панцирь. За счет бросков, за счет работы на пятаке. Как говорится в хоккейной терминологии, такие мусорные голы. Да, с рисом, с мясом туда забивать. И отойти на оскоке, на добивание. Конечно, не хватает игроков. Абсолютно точно. Но в это же время, когда бывают разные ситуации. Бывает, ну, как сегодня утром звонит Кузя и говорит. Ну, я очень хочу играть, ну, извините за выражение. Ну, нахожусь сейчас не в том месте, где бы хотел находиться. Все понимаем, в каком месте. Поэтому, ну, не смог он принять сегодня счастье. Хотя было огромное желание. Но в этих ситуациях нам нужно, чтобы вот Иван Демидов выходил на роль лидера. Ну, например, да, Захар Бородаков выходил на роль лидера. Потому что могут быть такие ситуации в плей-офф, как у нас было в прошлом сезоне. Да, когда те ребята, которые выходят в ключевых отрезках игры, и если, например, нет у нас по разным причинам лидеров команды, опытных ребят, тогда молодые ребята выходят и забивают эти важнейшие голы. Ну, и Иван, и Захар, в принципе, уже показывают высочайший уровень. И много решающих шайб уже забили, посмотреть на статистику. Вообще не знаю. Ивана поставили на первое место в рейтинге КХЛ. Вопрос про рейтинг, вопрос про мнение. Ну, вот, это значит, что нужно играть еще лучше. Находясь на первом месте в рейтинге, да, КХЛ. Нужно играть еще лучше в каждой смене. Я не знаю, как этот рейтинг формируется, честно. Он формируется математически за седьмую-девятую неделю на этом отрезке. А вас удивило, что там сразу пять игроков ска в десятке оказалось? Еще раз. Пять игроков ска оказалось сразу в десятке. То есть этот рейтинг... Ну, это, наверное, объективно. Главное, объективно. Мы больше всех голов забили в лиге, наверное, это объективно. Но, знаете, в это же время нам, главное, командные победы. Нам нужны командные победы. И мне, я поздравляю коллег, там, и Игоря Валерьевича Никитина, и Бенуана Гру с такими вот достижениями, ну, промежуточными, да. Но для меня лично важнее всего это, как и для ребят для наших, это командные победы наши. Поэтому мы можем быть индивидуально. Наши игроки могут быть на первых местах в рейтинге. Но в это же время главное для нас это все-таки не рейтинг. Хотя это тоже надо отметить, что, я думаю, что 18 лет мы можем Ивана поздравить с этим достижением. И промежуточным достижением. Потому что 18 лет быть, наверное, в рейтинге КХЛ на первом месте дорогого стоит. Но это же, в это же время, это вызов для Ивана, чтобы доказывать в каждой смене, что он лучший. И играть на команду. Неужели Кузнецова так сильно прихватила, что даже врачи ваши не смогли его на ноги поставить? Ну, вы же поняли, откуда он звонил. Он был всю ночь в этом месте. Он не спал. Поэтому, вы понимаете, да? Это, знаете, как лучшая коммуникация, это понимать друг друга молча. У нас так только с игроками. Главные тренеры, игроки понимают друга молча. Нет, ну мы подправляем, это лучшая коммуникация. Когда мы смотрим друг в глаза, мы друга понимаем. В этом году Великая погоня выходит на новый уровень. Включайся в Великую погоню и выигрывай уникальные джерси от Овечкина и Фонбет. Субтитры создавал DimaTorzok